Марина, дорогая, доброе утро. Доброе утро. Счастлива тебя видеть. Я тоже. Я тоже счастлива тебя видеть вновь. Ты прекрасно выглядишь. А как ты себя чувствуешь? Состояние, конечно... Ребенок вот машет там мне рукой. Говорит, все нормально. Не, ну состояние, конечно, великолепное. Что тут говорить. Даже то состояние покоя, но оно не такое, как обычно, оно расширенное состояние покоя. И та глубина... Ну, я не знаю, словами сложно объяснить. Но даже когда я нахожусь в тишине... Ну, это все так прекрасно. Замечательно выглядишь. Ты просто сияешь, если честно. Я не зря отметила, что у тебя сегодня как-то совершенно другая прическа. Может быть, дело не в прическе, может, дело в ощущении от тебя. Есть какое-нибудь новое ощущение сегодня? Или это просто мне так кажется? Ну, ощущения... Не знаю, насколько я как бы прочувствовала себя после Краснополянского ретрита, да. Ну, конечно, что-то новое. Ну, я говорю, просто сознание, видимо, будут догонять. Ну, после семинара побыть вот в этой вот широте себя и в компании единомышленников, где как бы наблюдаешь, ну, да, вот немножко вот так, немножко вот тут, ну, все на такое во благо. Как для тебя, как для участника ретрита в Москве, участника ретрита в Сочи, как для тебя прошла вот эта поездка, перезагрузка? И в чем ты увидела разницу этих форматов? Вообще она есть? Или мы просто переехали и переехали? Я могу только за себя сказать, что, да, вот, например, в Москве я проходила, это было немножко для меня, знаете, как размытая пленка. То есть погрузившись в Сочи, это был концентрат уже, да, то есть как бы как глубже еще, то есть энергии концентрированные, осознание тоже. Вот, и сейчас как бы вроде бы это и в свободном полете, но в поле тоже, да, более, ну, то есть получается тут экскурсии, мы гуляли, общались, то есть уже как бы вне ретрита, вот, и здесь как бы ты устаканиваешься со всем вот этим, да, то есть... Ну, то есть этот формат, когда больше свободного времени, как бы есть какие-то досуговые штуки, он для тебя раскрылся как? Что он помог, поспособствовал, да? Для меня, да, это было очень важно, потому что, когда обычно с ретрита на самолет, да, ты выходишь в этот, в этом мир. А, там типа все классно, круто. Но здесь ты чувствуешь еще вот это поле всех друзей, вот все ребята, которые здесь были. Вот это помогает очень сильно. побыть в этих состояниях еще, да? То есть и ты одновременно, и в общем поле, и одновременно тебе помогают прижиться, что ли, в этих состояниях, я бы так сказала, прочувствовать их еще лучше. Давай остановимся отдельно на некоторых мероприятиях, которые здесь были на Красной Поляне. А вот поход в горы, купание в купеле, дольмены. Как тебе эти мероприятия, как они для тебя прошли? Какое наполнение дали? Ну, прекрасное мероприятие, восхитительный инструктор. Да, у нас был восхитительный инструктор. Алан, тебе отдельная благодарность. Да, да, да. Вот, природа великолепная, река. Купание в купеле, это что-то вообще невероятное. Я не сильно люблю холодную воду, но я прям там занырнула, занырнула, насладилась. Дольмены. Энергии были такие. В одном месте я чувствовала, что это где-то вот что-то с просветлением, с расширением тебя связано, и просто ты сидишь, а там работа идет такая мощная. Вот, в другом месте это раскрытие сердца было для меня. Ну, Света заранее это сказала, но просто вот я ощутила это вот на первом там, на втором так. Интересное ощущение энергии. А как ты думаешь, вот формат перезагрузки, если его рассматривать отдельно от ретрита, вообще такое допустимо или нет? Ну, вот плюсы приехать после ретрита я услышала, я думаю, ребята тоже. А если приезжать только на перезагрузку, будет ли это хоть сколько-нибудь полезно, эффективно? Что это будет? Как ты считаешь? Конечно. Конечно. Во-первых, ты вливаешься в то поле, которое ребята держат еще после ретрита. Светлана. Плюс Свету я уже услышала еще с большей глубиной. То есть еще больше вот этот вот концентрат, вот эта вот мощь, да? Вау. Есть возможность, конечно, раскрыться, осознаться. Ты готова уже к своему девятичасовому перелету во Владивосток? Для меня это вот как с домом в магазин уже выйти. А, все, ну легкие, да? Ну, что, я десять дней даже дома не побыла, уже обратно прилетела. То есть вот те состояния, которые я здесь получаю, они того стоят. Я уже мечтаю побывать в Санкт-Петербурге, в Екатеринбурге, еще где-нибудь. У тебя большие планы. Да, у нас будут ретриты в Петербурге, в Екатеринбурге, будет новогоднее мероприятие. Мы тоже, конечно, приглашаем всех присоединяться, смотреть анонс, на который мы укладываем. Мариночка, я тебя благодарю, я очень рада видеть тебя. А про растяжку? А, конечно. Расскажи, пожалуйста, о том, о чем я тебя не успела спросить, но если тебе очень хочется, я буду очень рада. Я вам очень хочется, потому что вот настолько утонченный мастер, настолько это было все гармоничное. Мы говорим о правиле, правильно? О правиле. Это не было частью ретрита, это был наш такой доп, как бы, доп-вариант, как еще помочь своему телу войти в эти процессы. И мы с Мариной, кстати говоря, вдвоем одни из немногих зашли в этот опыт. Ну, кто на гвозди? Я, да. Кто в купель? Я. Кто на правилу? Я. Ну, это для меня был первый опыт. Вот. И я, конечно, очень была довольна, потому что телу, видимо, хотелось вот это растянуться. Пошла горячая энергия. Как Аслан сказал, вошли гормоны. На второй день было, как бы, тоже вот такое вот это желе телу легче стало вообще. Ну, естественно, и голове, соответственно, тоже. Вот. И сегодня я даже утром встала, йога сделала. Прям тело хочет движения, танца хочет. Ты проснулась. Да. Поэтому огромная благодарность Аслану, огромная благодарность тебе за твои йоженья. В общем, Свети, конечно, отдельный поклон нашим ребятам тоже вообще. Ну, то есть я не представляю, каждый раз у меня один и тот же вопрос. Как за четыре дня вдруг стать можно родственниками? Настолько, да, эмоционально здесь. Даже дома среди родственников не каждый может быть настолько в такой вот атмосфере. Прекрасная атмосфера. У меня, кстати, ровно такие же впечатления. Вот на третий-четвертый день ретрита я смотрю и думаю, господи, как же вы сейчас все ухейтите. И это происходит каждый раз со мной. Я верю. Мариночка, я благодарю тебя за этот прекрасный, прекрасный отзыв. Я буду рада тебя видеть снова. Прилетай. Всех люблю, всем советую, рекомендую. Испытать хотя бы раз в жизни, когда тебя раскрывают. Да, когда ты немножечко понимаешь, кто же ты и я. Благодарю.